Дорогие друзья, спасибо всем, кто сегодня собрался в этом зале. Очень важное мероприятие подведения итогов подготовки программы развития Тульской области до 2021 года. Слово предоставляется временно исполняющему обязанности губернатора Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Сегодня у нас с вами очень важная встреча. Мы собрались, чтобы представить широкой общественности результат большой работы. Программу социально-экономического развития региона на 16-21 год. За предыдущие пять лет была проделана большая работа по развитию региона, но время не стоит на месте. Перед нами встают новые серьезные вызовы, и мы должны на них найти адекватный ответ. Поэтому 23 марта здесь, в этом зале, я рассказал вам о своем видении будущего Тульской области. Хотя родилось это видение не в одночасье, а стало результатом большой предварительной работы. Сразу же после такой встречи вы активно включились в разработку программы, дали жизнь и развитие изначальным идеям. Теперь можно со всей ответственностью сказать, что это наша общая программа. И когда я говорю «наша», я имею в виду достаточное большое количество людей. Это сотрудники правительства. К работе над программой были подключены все наши министерства. Это руководители и члены экспертных групп. И это, конечно, активные жители региона, от которых поступило около 4 тысяч предложений. И это хороший результат. Как правило, люди предлагают очень простые, конкретные вещи. Восстановление заводов, благоустройство домов, ремонт дорог. Кто-то идет дальше и предлагает уже проработанные варианты решения проблем. Удачные примеры и жизни регионов. Это тоже очень ценно. Хочу сегодня сказать всем большое спасибо, кто принял активное участие в написании данной программы. Для меня важно, что в этой программе отрежены решения наиболее острых проблем, которые волнуют людей. Только при поддержке всех жителей области мы можем надеяться, что она будет работать по-настоящему. Процесс создания программы был непростым. Шла вдумчивая, кропотливая работа. Ко многим первоначальным положениям люди отнеслись очень даже критично и даже скептически. Я был на заседаниях экспертного совета, знаю, какие бурные споры шли на различных площадках написания программы. Но в конечном счете нам удалось приблизиться к общей консолидированной позиции. Мы сформулировали цели и, что очень важно, определили реалистичные и достижимые целевые индикаторы. Показатели по каждому направлению. Механизмы достижения этих показателей могут при необходимости корректироваться. Это жизнь. Главное, чтобы базовые принципы оставались неизменными. Переменные в жизни области, которые предлагает программа, это не самоцель. Развитие должно приносить нашим жителям достаток, благополучие, новые возможности. Каждый должен чувствовать себя нужным и востребованным в своей области, в своем районе, городе или селе. Вот к такому развитию области мы стремимся. Для людей вместе с людьми. Мы должны идти в ногу со временем, во всех сферах нашей жизни. У нас замечательные предприятия с глубокими традициями. Но важно, чтобы в быстром меняющемся мире они не оказались в положении отстающих, догоняющих, по технологиям, методам и условиям работы, с бытовой политикой и так далее. У нас хорошая база по профессиональному образованию, сильные вузы и другие учебные заведения. Но важно, чтобы они развивались в соответствии с запросами и вызовами сегодняшнего времени. Готовили именно такие кадры, которые нужны экономике и в первую очередь нашей промышленности. А выпускники могли найти себе достойную работу не в Москве, не в Калуге, не в Подмосковье, а здесь у нас, в Новомосковске, в Щекино, в Ефремове, в других городах и в наших селах. У нас богатейшее культурно-историческое наследие. Но мало просто гордиться им. Его необходимо изучать, сохранять, делать доступным для наших людей. И в этой связи развитие Туриндустрии занимает особое место в будущем области. Ее жителям это даст рабочие места и улучшит структуру экономики нашей области. Напомню, перед нами стоят очень большие цели. Это, во-первых, улучшение демографической ситуации, изменение негативного демографического тренда на позитивный, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 73 лет. Сегодня она составляет 70. Во-вторых, обеспечение роста внутреннего регионального продукта ежегодно на уровне 3% в сопоставимых ценах. В-третьих, привлечение инвестиций в экономику области. За 5 лет нам предстоит привлечь более 750 миллиардов рублей. Мы уже приступили к реализации ряда крупных проектов в разных сферах жизни Тульской области. Например, принято решение о создании особой экономической зоны «Узловая». Началось формирование сети детских технопарков «Кванториум». Планируется участие наших подростков и молодежи в чемпионатах рабочих профессий WorldSkills. Мы создаем два научно-образовательных кластера оборонной промышленности и нефтехимического комплекса. Возрождение Суворовского училища в Туле осенью оно должно принять уже первых курсантов. Решается вопрос о создании промышленных род и военных кафедр. В наших планах строительство двух новых корпусов детской областной клинической больницы и перинатального центра. О многих из этих проектов мы говорили 23 марта. И теперь мы видим, что они становятся реальностью. Это очень важно. Так должно быть и дальше. Запланировали – сделали. Теперь бы я хотел остановиться на том, как я вижу свою роль в реализации данного проекта. Этот документ, помимо всего прочего, и ответ на вопрос – для чего я здесь? Есть две особенно важные вещи, которые я понял за первые месяцы работы в должности. Первое – это фактор личного участия главы региона в привлечении инвестиций. На уровне правительства уже ведется большая работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, формированию законодательной основы. Будут развиваться имеющиеся и разрабатываются новые механизмы работы с инвесторами. Но жизнь показывает, что в привлечении инвестиций очень важна, а порой первостепенно роль губернатора. Из своей личной важной задачи я вижу, грубо говоря, найти инвестора и практически за руку его пригласить в наш регион. По-другому сейчас нельзя. Конкуренция за инвестиции между странами и различными регионами очень сильна. Встречи, переговоры на международных экономических мероприятиях, таких как форум «Россия-Осиан», международный экономический форум в Санкт-Петербурге, встреча с главами крупнейших компаний – это форматы, где как раз такая работа ведется. Во-вторых, нам нужен тотальный контроль за использованием средств на целевые нужды, решение насущных проблем. В области таких проблем немало. В некоторых сферах нужно навести элементарный порядок. Это нужно делать сегодня и сейчас. Не забывая о глобальных стратегических задачах, необходимо спуститься на землю. Срочно решать проблемы ветхого жилья, модернизировать ЖКХ, строить, ремонтировать дороги, обеспечить людям качественную медицину. Если мы это не сделаем, все те стратегические цели, которые мы для себя определили, так и останутся на бумаге. Не нужно ждать манны небесной. Деньги с неба на нас не упадут. Нужно изыскивать внутренние резервы, активнее работать с федеральным центром, привлекать не только частные инвестиции, но и государственные тоже. Представители власти разного уровня часто жалуются на отсутствие средств в бюджете и еще на какие-то трудности. А потом оказывается, они даже не удосужились изучить все возможные решения имеющихся проблем. Нет денег, так попробуйте найти инвестора или подайте заявку на включение необходимых работ в программу «Народный бюджет», какую-то другую федеральную или региональную программу. И сделайте это вовремя, а не когда уже все сроки прошли. Таких примеров я могу привести множество. Нужно работать, думать, быть активнее. Под лежащий камень вода не течет. И все мы это прекрасно понимаем. Программа готова. Очень важно, чтобы теперь она была реализована, так же активно, слажена, с таким же неравнодушием и живой вовлеченностью большого числа самых разных людей, ученых, представителей разных отраслей промышленности, врачей, педагогов, деятелей культуры и других членов нашего общества. Поэтому наша сегодняшняя встреча не будет последней. Мы завершили двухмесячную работу над программой развития 2021 года, но общественный диалог по всем вопросам развития области должен продолжаться. И он будет продолжаться. Должен продолжить свою деятельность экспертный совет при губернаторе. Он зарекомендовал себя как эффективная площадка для обсуждения идей. А теперь он должен стать инструментом контроля. В заключительной части своего выступления хочу отметить, что программа получилась интересной и живой. Подробно о ее направлениях я попрошу рассказать одного из ее разработчиков, Федорищева Вячеслава Андреевича. Спасибо. Уважаемый Алексей Геннадьевич, уважаемые коллеги, друзья, действительно, программа получилась комплексной, живой. И во многом это благодаря установленному горизонту планирования. А в среднечеловечной перспективе можно решать не только оперативные задачи, но и отвечать на те стратегические вызовы, которые волнуют всех жителей Тульской области. Их в совместной работе мы с вами определили три. Во-первых, это, конечно же, наша демография. Нас полтора миллиона, но, к сожалению, с каждым годом до сих пор становится меньше. Иногда мы проигрываем конкуренцию за трудовые ресурсы другим регионам, не будем их называть. Вытекает из этого другая следующая проблема. Нашим предприятиям не хватает кадров для развития полностью своего промышленного потенциала. Второй вызов, который стоит, исходит из того, что сегодня глобальные гонки между странами побеждают те, кто делают ставку на высокотехнологичные инновационные отрасли. Второй вызов, технологический. Тульская область всегда была и остается опорой в части промышленности. Наша задача здесь сохранить и приумножить тот научно-технологический потенциал, который есть. Выйти на конверсию технологий. Активнее встраиваться в глобальные цепочки добавленной стоимости. Этот вызов неразрывно идет от третьего. Мы должны обеспечить бурный рост промышленности и экономики, не нанося ущерба экологической ситуации. Третий вызов, экология. Ни для кого в этом зале не секрет, как обстоят дела. Мы не будем молчать об этих проблемах. Мы должны подготовить четкий план, как мы их последовательно решаем. Эти вызовы накладываются на те серьезные ограничения, с которыми мы столкнулись по итогам мирового финансово-экономического кризиса. Экономика страны трансформировалась за последние годы. Ни для кого не секрет, мы живем в новой экономической реальности. И несмотря на то, что в прошлом году пик кризиса был пройден и пройден с минимальными потерями, теперь мы не можем позволить себе все и сразу. Мы должны четко определять приоритеты и по ним работать. И очень важно, что определяли эти приоритеты мы не самостоятельно, не в правительстве, а вместе с вами, с жителями области, с экспертами, с самыми активными гражданами. И работали мы не с нуля, не с чистого листа. За последние годы Тульская область демонстрировала отличную динамику по всем показателям и в части экономики, и в части социального развития. Это большая заслуга той команды, большой команды, не только правительства, которая работала последние годы над развитием области. Спасибо вам большое. Переходя к программе, хочу сказать, что мы определили основные направления деятельности, по которым будем работать. И первый вызов, это, конечно же, качество жизни граждан. Качество жизни, с которым сталкивается каждый житель Тульской области ежедневно. И здесь абсолютным приоритетом является здравоохранение. Много говорилось в последнее время об оптимизации в системе здравоохранения. Так вот, наше направление – это оптимизировать неэффективные траты, но не учреждения. Будет создана достойная база, медицинская отрасль будет пополняться высококвалифицированными кадрами. Будет обеспечено максимальное удовлетворение потребностей граждан в лекарственных препаратах. Для повышения рождаемости будет реализован комплекс мер по укреплению института семьи, защиту ее интересов, созданию качественной и доступной инфраструктуры. Одним из нововведений здесь станет расширение направления использования средств материнского капитала. Каждый житель сталкивается с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. Инфраструктура изношена, требует привлечения новых инвестиций. И не только частных. Хотя здесь будем активно работать, современная форма государственного частного партнерства позволяет уже сегодня активно реконструировать ту инфраструктуру, которая есть. Но и на федеральном уровне будем работать, направив средства фонда содействия реформирования ЖКХ на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. При этом софинансирование здесь может достигать 60%. Важен и другой аспект. Население платит за услуги ЖКХ, но часто непонятно, кому и за что. Поэтому выстроим эффективную систему общественного контроля в данной сфере. Граждане должны стать активными участниками процесса по наведению порядка в сфере ЖКХ, в том числе в работе управляющих компаний. Сопутствовать повышению качества жизни будет вдумчивая социальная политика, обеспечение производительной занятости населения. Разработаны системные меры по обеспечению стабильной работы и своевременной выплаты заработной платы на предприятиях области. До 2021 года нам предстоит создать и модернизировать более 15 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Сегодня по уровню реальной заработной платы мы на 22 месте в России. Наша задача выйти на третье место в Центральном федеральном округе. Я вам честно хочу сказать, коллеги, на эту тему мы очень долго дискутировали. У нас сильные соседи. Москва, Московская область, Каушская область. Да, соседи у нас сильные, но и мы не слабые. Если мы не будем ставить себе такие амбициозные цели, то мы ничего не добьемся. А это не наш путь. Достойное качество жизни должно быть обеспечено всем и каждому. И особенно тем категориям населения, которые особо остро в этом нуждаются. Люди с ограниченными возможностями. Вы знаете, что в нашем регионе всегда особое внимание уделялось этому вопросу. Мы продолжим работу по развитию доступной среды. Сделаем объекты транспортной, инженерной инфраструктуры стопроцентно доступными для инвалидов. Знаково, что в понятие качества жизни в нашей работе мы также включили аспект городских пространств. Города, который нас окружает. Активно здесь принимали участие работу студенты, школьники. Мы с ними тоже советовались. В соответствии с программой, до 2021 года во всех городах и районах области будет проведена комплексная работа по созданию качественного архитектурно-художественного имиджа региона. Будем вместе с главами муниципальных образований активно заниматься вопросами благоустройства, ремонта тротуаров, пешеходных дорожек, озеленения. Примером здесь должна стать Тула, наша столица. Я хотел бы отдельно поблагодарить всех активных жителей, которые, не дожидаясь программы, участвовали в работе штаба по развитию города. Подготовлены замечательные концепции, к примеру, маленькая Тула. Сделано очень много, планы подготовлены, осталось их реализовать. Но вопросы урбанистики и городских пространств отступают на второй план, когда речь идет о том, с чем мы сталкиваемся ежедневно, это дорожное хозяйство. Наша цель – обеспечить транспортную доступность районов и отдельных населенных пунктов области. Запланировано строительство и реконструкция более 300 километров дорог общего пользования. Сумма инвестиций здесь за 5 лет – 20 миллиардов рублей. Большинство жителей передвигаются на общественном транспорте. И все хотят, чтобы, во-первых, этот транспорт ходил вовремя и по удобным маршрутам, а во-вторых, чтобы в нем было комфортно ездить. Поэтому здесь наша стратегическая цель – обновление парка подвижного состава. Еще много аспектов качества жизни было проработано в совместной работе с экспертными группами, с активными жителями. Я упомянул только несколько из них. Но самое главное – по итогам проведенной работы, по итогам реализации программы, ежедневно каждый житель области должен чувствовать, что происходят позитивные изменения. Уважаемые коллеги, в процессе работы над программой нам удалось найти самое главное – миссию Тульской области, ее кредо. Это земля силы и талантов. И исходит эта кредо из истории наших мастеров и умельцев. Именно сейчас, когда весь мир выходит в новую технологическую эпоху, мы можем и должны стать центром подготовки кадров для промышленности страны. Поэтому второй приоритет программы так и называется. Основной задачей является построение единой системы непрерывного образования и профессиональной подготовки. От дошкольного образования к вузам и современным корпоративным центрам предприятий. Необходимо уже в раннем возрасте прививать детям интерес к точным наукам и рабочим профессиям. Обеспечить более плотное участие работодателя в образовательном процессе на всех его этапах. Это даст возможность в опережающем режиме подготовить именно таких профессионалов, которые необходимы нашим предприятиям. Большая работа была проведена под руководством Михаила Васильевича Грязева. Не буду на ней подробно останавливаться, поговорим о ней позже. Хочу отметить лишь один момент. Уважаемый Алексей Геннадьевич, вы 23 марта поставили много амбициозных задач. В том числе создание нового федерального университета кампусного типа. Проведя большую экспертную работу, пообщавшись с жителями, докладывая то, что эту цель мы выполним, но мы не будем создавать новый университет. В Турской области сформирована достойная база на базе существующих университетов и предприятий. Этого достаточно и этот потенциал мы будем развивать. И таким образом построим федеральный университет кампусного типа. Третье направление неотрывно идет от второго. Это развитие наших высокотехнологичных производств и не только тех, которые существуют, но и создание новых. Содействие предприятиям УПК области на федеральном и региональном уровне по их участию в гособоронзаказе, а также в различных федеральных целевых программах будет одним из главных приоритетов деятельности правительства Тульской области. Стратегическое развитие промышленности связано с гражданскими отраслями. Сегодня у нас в области высокая недозагруженность производственных мощностей, изношенного оборудования, устаревших технологий. Нам предстоит обеспечить рост производительности труда в промышленности до 20%. Будут разработаны системные меры по модернизации технологического уровня предприятий, в том числе за счет трансферта технологий и знаний из отрасли УПК на рынке гражданской промышленности, конверсия технологий. Я хотел бы выразить особую благодарность группе под руководством Николая Александровича. Хочу сказать, что была проделана не только работа по определению стратегических направлений развития, но по каждому предприятию была проведена подробная аналитика. И уже сейчас, не дожидаясь выхода программы, правительство вместе с теми, кто работал в этой группе, по каждому из предприятий ведет предметную работу. Уважаемые коллеги, было много, особенно от жителей области, высказанной идеи, которые предполагают бурный рост. Объединяет их одно, они стоят очень дорого. Поэтому четвертое направление программы, создание комфортной среды для ведения бизнеса, нацелено на то, чтобы активно пополнять бюджет и участвовать в этих проектах, программах развития. Много уже было сделано, знаковое открытие особой экономической зоны. Это всего лишь первый шаг, этого недостаточно. Поэтому будем работать в каждом районе. Во многих из них мы уже определили точки роста, вместе с главами муниципальных образований и предприятиями. Будем работать, чтобы эти территории стали территориями опережающего развития. В том числе моногорода. Большая работа запланирована. По каждому из наших пяти моногородов будем создавать дополнительные условия для роста. Сейчас мы находимся на десятом месте в рейтинге регионов по комфортности ведения бизнеса по инвестиционному климату. Стратегическая цель – выйти в пятерку в течение пяти лет. На Петербургском экономическом форуме буквально через пару дней будут объявлены результаты нового рейтинга. Посмотрим, как оценивают наши усилия. Уважаемые коллеги, была поставлена очень серьезная цель – привлечь до 750 миллиардов инвестиций в экономику в области. Сделаем больше и в том числе благодаря четвертому приоритету той точки роста, которую мы нашли в ходе нашей работы. Это формирование устойчивой продовольственной базы агропромышленного комплекса. С целью реализации политики импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности необходимо увеличить объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль. Как создание новых предприятий, так и модернизацию существующих. Усовершенствуем систему государственной поддержки сельхозпроизводства. Будем стимулировать развитие устойчивых хозяйственных связей между производителями и потребителями сельхозпродукции. В результате, к 2021 году нам предстоит увеличить объем сельскохозяйственной продукции более чем на 70%. Подробнее об этом расскажет Федор Григорович, под руководством которого соответствующую работу мы вели. Хочу сказать, что работая под девизом «Земля силы и талантов» в ходе нашей работы мы действительно увидели, что Тульская область может и должна стать местом силы и отдыха для всех россиян, не только для туляков. Поэтому знаково, что шестое направление программы называется «Сохранение наследия и развитие туризма». Большая работа была проведена по определению, как нам работать с тем, что у нас есть. У нас огромный культурный потенциал, очень много запланировано. Подробнее об этом расскажем чуть позже. Уважаемые коллеги, я осветил основные направления, это верхушка айсберга. Была проведена большая работа, и что самое главное, сегодня у нас подведение итогов работы над программой, но сегодня только начало большой работы, совместной работы по ее реализации. На программе мы не останавливаемся. В течение лета вместе с вами, правительству, вместе с муниципалитетами будет проведена большая работа по актуализации государственных программ Тульской области в соответствии с теми приоритетами, которые мы определили. Актуализации отраслевых планов развития, с тем, чтобы к сентябрю мы с вами могли представить комплексный план работы правительства и муниципалитетов по реализации данной программы. И ежемесячно могли докладывать жителям области, губернатору о том, как мы этих показателей достигаем. Но мы не будем просто докладывать. Сформирован по поручению Алексея Геннадьевича очень важный инструмент, экспертный совет, который будет также ежемесячно собираться. Мы с вами будем смотреть, достигаем ли мы того, что запланировано, достигаем ли этого уверенно, нужно ли сделать что-то еще. Есть еще один важный документ, который мы с вами совместно, на основе той идеологии, которую погрузили в программу, будем готовить. Это стратегия социально-экономического развития области до 2035 года. Подготовим ее в декабре. В завершении хотел бы от себя сказать, что очень важно, что мы не просто работали, мы активно советовались с жителями. И они предложили не только конкретные проекты, но еще, как мне кажется, удалось уловить общее настроение. Поделюсь с вами, мне показалось, что у всех жителей одна простая мысль. Программа до 2021 года – это хорошо, но жить хорошо нужно сейчас. Поэтому, коллеги, начиная с завтрашнего дня, предлагаю всем вместе с вами активно работать на достижение этих целей и задач, которые были поставлены. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Андреевич. Теперь давайте пройдемся по основным направлениям программы и предоставим слово руководителям рабочих групп. Спасибо большое, Алексей Геннадьевич. В первую очередь, конечно же, хотелось бы предоставить слово Николаю Александровичу Макаровсу, который не только работал в группе по промышленности, но и во всех группах принимал активное участие. Спасибо. Так, а микрофон? Работает. 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 Все. Уважаемый Алексей Геннадьевич, уважаемые участники этого большого совещания. Ну, прежде всего, вот исходя из вашего масштабного выступления, определим такую цифру. Сколько надо Тульской области средств, чтобы выйти на бездотационность? Нам надо, в принципе, поработать таким образом, чтобы мы увеличили свой бюджет на 16 миллиардов в год за счет дополнительных усилий. Поэтому, это та стратегическая задача, которая позволит нам выйти на то, что вот когда вы говорили 23 марта, выйти на второе место или третье место. Вот нам надо провести такую большую работу в области. Но, вот этот период, когда и мир в кризисе, и наша страна под санкциями, конечно, появились внеочередные новые задачи. Это, прежде всего, невыплаты заработной платы. Ну, вообще, понимая, что сегодня 2016 год, это не 90-й год, когда была всеобщая трудность, это неправильно, когда сегодня мы, так сказать, попали в ситуацию, когда занимаем одно из лидирующих мест в Центральном регионе по невыплатным заработным платам. В этом плане у нас критическими являются 10 предприятий. Каждое предприятие мы совместно с правительством рассмотрели, наметили план с Алексеем Игнатьевичем. Но я хотел бы обратить внимание и руководителей предприятий, и глав, ну, снова, не потому что я начальник, потому что я пережил тяжелейшие 90-е годы, и мы нашли туда, и мои коллеги в КБП, и в других предприятиях нашли пути тогда выхода. Сейчас гораздо, безусловно, легче положение. Поэтому считать недопустимым надо сегодня, когда на предприятиях не выплачивается заработная плата. Тем более, когда в моногородах, в небольших городах, Ефремовы и другие, происходит сокращение предприятий, значит, работники уходят в никуда, и в результате, так сказать, волна протеста. Просто я напомню эффект 2000 года, когда в том же Ефремио была острейшая ситуация, мне пришлось быть там, как доверенным президента. Да, частный вопрос, там, меня как-то встретили хорошо, а проголосовали далеко не так, как мы ожидали. И снова, не в том, важно, как проголосовали, важно о том, что говорили сейчас, а качество жизни. Поэтому мы наметили мероприятия по предприятиям, у которых не выплат заработной платы, и я прошу главы администрации также поддерживать, потому что люди из этих городов пишут и в нашей комиссии, пишут свои письма, и не просто жалоб, это ведь, в принципе, крик души. Это важнее, что задача, которую мы должны рассматривать как первоочередной. По действующим производствам намечено 24 инвестиционных проекта, общим суммированием 60 миллиардов. Самым глобальным и значимым проектом является, безусловно, создание в Тул-Чермете производства стали и сталикопрокатного производства. Только этот проект позволит увеличить численность работающих на 2000 сотрудников. А всего, вот по тем инвестиционным проектам, которые рассматривались на правительстве, нами, значит, всего мы, в принципе, рассчитываем увеличить количество работающих до 4000 человек. Очень важным и слабым местом для нашей области являются вопросы малого бизнеса. В принципе, у нас как-то так не получилось решение этого вопроса, хотя я обращаю внимание, что две недели назад при президенте и премьер-министре рассматривался вопрос о развитии малого бизнеса. Мы рассматривали этот вопрос торгово-промышленной палаты. Мы имеем в Туле несколько десятков очень успешных предприятий малого бизнеса, опыт которых целесообразно изучить, и мы это изучим. Причем это не предприятие, которое занимается торговлей. Нет, речь идет о малых предприятиях, безусловно, производственного назначения. Надо учитывать и опыт зарубежных стран в этом плане. Ну и также мы наметили правильный путь, мне кажется, правильный, с участием вашим, Алексей Геннадьевич, встречу с руководителями предприятий малого бизнеса и решение тех вопросов, которые нуждаются в качестве поддержки. Ну, я хотел бы сказать, что, конечно, мы работали вместе с другими группами, и я считаю, правильный сегодня вопрос по кадровый, который нам сегодня надо обязательно решать. Я поддерживаю идею расширения возможностей нашего Тульского университета, потому что Тульский университет, ну, в принципе, это хороший, достойный университет, и на сегодня он обеспечивает потребности промышленности молодых специалистов всего на 60%. Надо отметить, что развитие машиностроения в Туле, безусловно, или в Тульской области, безусловно важнейшая задача, потому что сегодня, ну, мы имеем резервы или недозагрузка, как хотим это назвать, но мы имеем где-то 30%. Сегодня мы не обеспечиваем наши возможности тем, чтобы могли бы загрузить наши предприятия. Очень важным считаю, что 1 июня будет всероссийская конференция с участием вице-премьеров, министров по развитию медицинской техники. Для нас важно, и я приглашаю всех принять участие в выставках, что это не просто конференция, там будет выставка с предложениями, что производить. Очень серьезно готовится правительство, готовится предприятие, которые в марте выступили с этой идеологией. Надеемся, что эта выставка будет и конференция постоянная. Спасибо администрации нашей области, что удалось это все перетащить из Казани и завоевать право такую выставку и такую конференцию проводить ежегодно, как средство загрузки предприятий. Потому что сегодня благоприятная обстановка по оборонзаказу, по КБП, по сплаву. В принципе, на 3-4 года существует очередь по зарубежным заказчикам. Это хорошо, но мы и помним то предупреждение президента, что через несколько лет будет падение оборонного заказа. И, конечно, наша задача – осваивать новую гражданскую продукцию. Это очень важная для нас позиция, и мы должны также рассмотреть, не вмешиваясь в планы предприятий, потому что понятно, что есть собственники, понятно, что там есть руководители предприятий, но и все-таки давать определенные рекомендации для развития промышленности. Поэтому у нас очень серьезные проработки. Нам еще надо решить вопрос, мы его просто не успели, рассмотреть загрузку предприятий по радиоэлектронной продукции. Здесь у нас кризис по ряду предприятий, Донской и другие, где обязательно посмотреть, какую продукцию там осваивать взамен того, что мы сегодня потеряли из-за санкций. Поэтому я считаю, что 23 марта вы, Алексей Иванович, проявили большую инициативу. Мы, в принципе, вот таким общественным, так сказать, грутом, по-украински говорю, да, мы никогда так не работали. И, конечно, подключив почти всех специалистов по всем отраслям, мы увидели много нового, и главное, увидели резервы, ну и в какой-то степени сплотились вокруг идеи развития Тульской области. Спасибо. Николай Александрович, спасибо вам большое, во-первых, за ваше активное участие. Вы не только своим авторитетом, вы и сами принимали активное участие в разработке этой программы. Мало того, что вы за собой привели в экспертные группы промышленников, которые нашего оборонного комплекса, которые загружены и так по верх головы. Вы, программа писала сжатые сроки, мало времени было, но в любом случае вы находили время, вы участвовали активно. Поэтому вам большое спасибо, и то, что вы сейчас это все сказали, конечно, это надо будет реализовывать. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, в процессе нашей работы, как кажется, нам удалось найти ту самую изюминку программы, и ставили, конечно же, подготовку кадров для промышленности страны. Поэтому хотелось бы предоставить слово Михаилу Васильевичу Грязеву, который подробно расскажет о той работе, которая была проведена. Спасибо большое, Вячеслав Андреевич. Уважаемый Алексей Геннадьевич, уважаемые коллеги, я хотел бы доложить, что наша экспертная группа, она называется среднеспециальное вузовское образование. И участниками этой группы стали руководители ведущих вузов и средних профессиональных образовательных учреждений Тульской области, представители предприятий, работодатели, общественные организации и студенческое сообщество. Более 300 предложений внесли Тульяки через сайт программы, много обращений получено и в пунктах приема на улицах города Тула и других городов Тульской области. Сегодня для предприятий Тульского региона наиболее важными являются направления и специальности, связанные с оборонно-промышленным комплексом, электроэнергетикой, метрологией, строительством информационными технологиями и также технологической химии. Также в соответствии с прогнозами, в ближайшие десятилетия наиболее востребованы будут специальности в области создания беспилотной роботизированной техники, биотехнологий, а также аддитивных технологий, то есть пространственного формообразования. Поэтому целью программы является создание российского центра превосходства в области создания современных систем вооружения и химии. В следующих областях – ракетные комплексы, высокоточные системы вооружения, эффективная энергетика, эффективная медицина, ресурсы окружающей среды, интеллектуальные системы телекоммуникации, химическая и нефтехимическая промышленность. Если поставится цель по электронике, у нас есть заделы, у нас были в свое время кафедры, которые занимались электроникой, микроэлектроникой, поэтому мы готовы при поставленной задаче, при определенной продержке выполнить эти поставленные… Вот Николай Александрович правильно говорит, что мы здесь имеем определенные прорывы. Поэтому таких специалистов мы также в данной программе можем создавать. Что же мы хотим достичь? Это создание непрерывной системы подготовки рабочих, инженерных и научных кадров для организации Тульской области, осуществление комплексных научных исследований, конструкторских и технологических разработок в интересах групп организаций. Мы разработали четыре направления в данной программе. Это профессиональная ориентация школьников и молодежи по направлениям и закрепление выпускников в образовательных организациях Тульской области, подготовка и переподготовка кадров для организации Тульской области, мотивация трудовой деятельности молодых специалистов и интеграция организаций Тульской области и образовательных организаций соответствующего направления. Для реализации данной программы потребуется объединение государственной поддержки ресурсов администрации Тульской области, ведущих предприятий Тульской области и также ресурсов университетов. В частности, Тульский государственный университет уже сейчас готов в данную программу при создании соответствующих объединений внести те материально-технические средства, которые он получил при реализации программы, проекта кадров для регионов и новые кадры для ОПК. На текущий момент общее федеральное бюджетное финансирование по этим предприятиям составило 170 миллионов рублей. Для управления и межведовственным взаимодействием по реализации программы представляется собраться создать при главе региона экспертный совет, который вот создан и который успешно действует. Государственные программы Российской Федерации развития образования 2013-2020 годы предполагается провести качественную, количественную и территориальную оптимизацию сети вузов, в результате которых сформируются группы вузов, в том числе отраслевые лидеры, включенные в процесс модернизации основополагающих отраслей российской экономики. В частности, это возможно создание опорных вузов, и в частности Тульского государственного университета как опорного университета отрасли, высокотеологично промышленной продукции ОПК, охватывающие направление деятельности государственной корпорации Ростеха. Вот, собственно говоря, те основные горизонты, которые мы готовы на сегодняшний момент выполнить в ближайшее время, и уже начнем выполнять, как вы Алексей Геннадьевич сказали, с завтрашнего дня. Михаил Васильевич, спасибо большое. Я думаю, что мы совершенно были правы и абсолютно правильно сделали то, что мы такую значительную часть в программу развития Тульского региона мы включили образование. Я думаю, нам следующее поколение скажет большое спасибо. Я думаю, с образованием все начинается, поэтому уже сегодня мы можем сказать спасибо. И здесь вот присутствуют наши студенты, которые могут тоже сказать спасибо. Если позволите, Алексей Геннадьевич, я немного добавлю. Михаил Васильевич в своем выступлении сказал, что будем привлекать разные ресурсы и ресурсы администрации Тульской области. Я коротко сказал о тех бюджетных ограничениях, которые есть, потом еще вам подробно расскажу, и вы поймете, что ресурс администрации Тульской области будет административный, а остальные ресурсы – федеральные, частных инвесторов и ваши. Но вы знаете, ваш ресурс, он может быть перекроет даже те ресурсы, которые мы привлечем. Уважаемый коллеги. Я хочу бы такую приятную новость для всех сказать. Она известна. При активной поддержке Алексея Геннадьевича, Михаила Васильевича, приказа министра, утвержден снова должность электора на ближайшие пять лет. Но ему и выполнять эту программу. Спасибо. Уважаемые коллеги, продолжаем нашу работу. Хочу сказать, что наиболее активные и жаркие дискуссии велись в группе по развитию сельского хозяйства. Федор Георгиевич, прошу. Уважаемый Алексей Геннадьевич, уважаемые коллеги, действительно, нашей группой тоже была предназначена большая работа. И я хочу сказать, сказать, что непросто было определиться в том уровне, так сказать, и той доли, которую на сегодняшний день производит наша Тульская область сельхозпродукцию. Но прежде чем в начале своего выступления, я хотел бы просто выразить слава благодарности за представленную аграрием нашего региона возможность принять участие в разработке стратегии социально-экономического развития Тульской области. Для всех христиан это подтверждение внимания региональной власти к вопросам развития агропромышленного комплекса, осознания необходимости решения наиболее насущных проблем. Диалог между властью и аграрием получился открытым, принципиальным, основным, ну, в общем-то, основанным на доверии друг к другу. Мы были услышаны, и это главное. В течение нескольких месяцев ведущими специалистами отрасли проведена большая кропотливая работа. Мы постарались построить ее на принципах комплексного подхода к развитию агропромышленного комплекса Тульской области с учетом региональной специфики на основе анализа существующего потенциала нашего ПК и возможности бюджета. На протяжении последних нескольких лет агропромышленный комплекс действительно переживает подъем. Два года подряд мы обеспечиваем валу сбор зерна и зерновых культур на уровне более полтора миллиона тонн. Традиционно в последние годы занимаем ведущее место в Центральном федеральном округе и в целом в России по производству рапса. Вышли на уровень по производству картофеля более 1 миллиона тонн в 2015 году. В течение последних двух лет обеспечиваем рост по производству молока, что наблюдалось с 1997 года, при этом по темпу прироста и среднему надою занимаем ведущие позиции в стране. Реализован ряд значимых для региона инвестиционных проектов. Строительство молочного комплекса на 4800 аллоудойного стада в Ясногорском районе Тульской области, строительство тепличного комплекса в Новомосковском районе, в стадии завершения реализации проекта компании «Воловский броллер». Практически окончена реконструкция свиноморческого комплекса ОПХ Лазаревская и ряд других. Активно идет процесс вовлечения вырабатываемых, не обрабатываемых, прошу прощения, земель в социальных оборотах, оформления невостребованных земельных долей. Неуклонно растет посевная площадь. Возрастает количество крестьянских и фермерских хозяйств. Также к особенностям преимущества нашего региона относится наличие порабатывающих и пищевых производств, нуждающиеся в увеличении производства сельскохозяйственного сырья. Свободные инвестиционные площадки для реализации новых проектов. Удобная логистика, обеспечивающая доступность емких рынков столицы и Подмосковья. Умеренный климат и плодородие земли, что позволяет выращивать богатый спектр сельскохозяйственных культур, а также благоприятствует развитию животноводства. С учетом этого, мы считаем, что приоритетными отрастами сельского хозяйства должны быть мясное и молочное животноводство, а также производство, переработка плодовочной продукции зерновых и масляничных культур. Нам необходимо поступательно формировать стабильную продовольственную базу, конкурентоспособную как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Для этого потребуется строительство и реконструкция животноводческих комплексов молочно-мясного направления, строительство сушельно-сортировальных комплексов, элеватор овощных теплиц закрытого типа и мощностей по хранению плодовочной продукции, обеспечение мощностям по бою скота и птицы муниципальных образований с развитой отраслью животноводства, развитие мелиорации и реализации мероприятий по сохранению и восстановлению плодоводородия почв, создание новых и модернизации действующих пищевых и перерабатывающих предприятий, создание региональной товаропроизводящей инфраструктуры, активизация работы по привлечению новых инвесторов и обустройству сельских территорий для создания комфортных условий жизни на селе и закрепления кадров, развитие агротуризма, сельскохозяйственной кооперации, поддержка малых форм хозяйствования как необходимый источник укрепления сельского уклада жизни. Создание единой системы информационно-аналитического обеспечения агропромышленного комплекса Тульской области. При этом особую сейчас актуальность приобретает вопрос обеспечения ПК профессиональными кадрами. Здесь уже говорили тоже на эту тему, сельскохозяйство в этом сегодня серьезно нуждается. С целью развития системы подготовки профессиональных кадров для организации промышленного комплекса необходимо более активно привлекать учащуюся молодежь к участию в отраслевых мероприятиях, форумах, круглых столах, семинарах, выставках, укреплять роль Российского союза сельской молодежи и обсуждение решения насущных проблем в вопросах агропромышленного комплекса, формировать систему целевого заказа на подготовку кадров, расширять сотрудничество образовательных учреждений и предприятий агропромышленного комплекса в вопросах подготовки квалифицированных специалистов для отрасли. Реализация активной аграрной политики потребует, на наш взгляд, соответствующего укрепления функциональных возможностей профильного министерства. Мы хотели бы на это особо обратить внимание. Уважаемый Алексей Геннадьевич, мы очень рассчитываем на то, что разработка и утверждение стратегии социально-экономического развития Тульской области это только первый шаг большого пути. Мы рассчитываем на то, что стратегия станет базовым документом, определяющим ключевые направления работы, основой для корректировки существующей разработки новых программ, обеспеченных соответствующим бюджетным финансированием. При таком подходе, если это потребуется, мы готовы самым активным образом продолжить совместную работу. Реализовать все задуманное глубоко, уверен, мы сможем. Обеспечить жителей нашего региона качественными продуктами, питания, собственного производства по доступным ценам. Повысить загрузку производственных мощностей наших перерабатывающих предприятий. Увеличить доходность сельскохозяйственных предприятий, обеспечить финансово-источиво всему агропромышленному комплексу региона. И в конце концов внести ощутимый вклад в дело продовольственной безопасности страны. В заключении, уважаемый Алексей Геннадьевич, от лица всех крестьян Тульской области позвольте заверить вас в том, что мы с вами будьте уверены в том, в нас, в нашей поддержке. Ну и что еще хочу сказать, что сегодня, конечно, крестьяне очень довольны, что сегодня повернулись, но еще раз повторяю, и наш лидер, и наше правительство, и наше министерство сельскохозяйства ко всем проблемам, которые сегодня имеют место в сельском хозяйстве. Спасибо. Спасибо, Федор Егорович. Вы несколько раз сказали, что мы рассчитываем, мы рассчитываем. Мы это рассчитываем вместе с вами. Мы это не рассчитываем, мы это будем делать постепенно и по нарастающей. Это первое. Мы планируем увеличить долю агроиндустрии в экономику региона для того, чтобы в первую очередь повысить качество жизни на селе. Тем более каждый четвертый житель это селянин. Этим все сказано. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Хотелось бы отметить, что когда мы получали предложение через сайт, мы получали предложение не только жителей области, из других регионов также писали. Я хочу сказать, что в основном Тульская область до сих пор ассоциируется с тем богатым культурным и творческим наследием, которое было сформировано и создано. Поэтому хотелось бы предоставить слово Екатерине Александровне Толстой. Спасибо. Спасибо. Глубоко уважаемый Алексей Геннадьевич, многоуважаемые коллеги. Я рада, что мне выпала честь работать в группе по сохранению культурного наследия и развитию туризма. Знаете, это была работа единомышленников, людей, которые неравнодушные, которые любят свой край и хотели бы, чтобы о нем узнали во всем мире. У нас тоже была жаркая работа, но наша была жаркая работа, это скорее были не дискуссии, это скорее был мозговой штурм, это скорее были какие-то фантазии, многие из которых мы сказали, давайте оставим для следующей программы. Но вы увидите, что в этой программе будут наработаны те наши идеи, те предложения, которые действительно мы считаем важными для Тульского региона. Конечно же, Тульская область очень богата своим культурным наследием, есть огромные перспективы в развитии туризма. Безусловно, то, что вошло сейчас в программу, это только начало нового пути. Конечно же, туризм может стать настоящим, просто настоящим двигателем развития Тульской области. Туризм – это доходы в бюджет, это имидж, это пиар нашего региона. И все это в совокупности, конечно же, поможет привлечь к нам крупных инвесторов и тех, кто хотел бы помочь Тульской области развивать свой культурный потенциал. Спасибо огромное вам, Алексей Геннадьевич, за то, что вы приехали поздравить коллектив сотрудников с 95-летием музея. Мы до сих пор находимся под впечатлением вашего предложения провести у нас фестиваль, посвященный Льву Николаевичу Толстому, театральный фестиваль. По нашей задумке это пройдет 9, 10, 11 сентября в Ясной Поляне. Мы поддерживаем ваши идеи, мы восхищаемся, мы – это не только музейщики, это не только деятели культуры, но и вся интеллигенция Тульской области. Спасибо огромное за предложение. Я считаю, что это станет одним из первых таких мероприятий в рамках программы ярких и нужных для нашей области. Спасибо. Спасибо, Екатерина Александровна. Но, пользуясь случаем, вы можете сейчас пригласить всех на этот фестиваль уже? Я приглашаю всех 9, 10 и 11 сентября состоится невероятное театральное событие для Тульского региона. Будет проходить в Ясной Поляне на открытой площадке. Это подарок Алексея Геннадьевича нам. Спасибо. Я хотел бы сказать, что группа по туризму действительно очень активно потрудилась. У нее столько различных идей, что я принял решение создать межведомственную комиссию при правительстве Тульской области для реализации этих идей. Вперед. Спасибо. Будь в работе. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Все присутствующие в этом зале внести частичку своего опыта, своего знания, своей души в программу. Поэтому предлагаю перейти в режим свободного общения. Если у кого-то еще есть дополнительные идеи или предложения, которые вы хотели бы озвучить, можно поднять руку, а наши ассистенты помогут вам это сделать. Коллеги, прошу, у кого есть желание высказаться? Вот, да, прошу, пожалуйста, во втором ряду. Наталья Васильевна Артамонова, мы с вами работали, когда обсуждали программу в Ефремовском районе на базе общественной палаты. Артамонова Наталья Васильевна, я являюсь членом общественного совета муниципального образования город Ефремов. Во-первых, всем добрый день. От лица общественности хочу сказать, что сегодня, как никогда, работа по подъему родного Тульского края должна идти сообщаться с жителями Тульской области, с интересами жителей Тульской области. Алексей Геннадьевич Дюмин для создания своего проекта выбрал очень правильную позицию. Позицию сближения с народом, позицию общения с народом. Были по всей Тульской области проведены опросы граждан по интересам, по проблемам, и это очень важно и действительно сплотило население. Люди действительно стали заинтересованней в будущем своей малой родины в своем завтрашнем дне. В жителях проснулась надежда на лучшее, а лучшее сегодня, как никогда, действительно необходимо. повсеместно по всей Тульской области в общем-то прошли общественные заседания, выездные заседания общественной палаты в Тульской области, где обсуждались проблемы населения путем общения вот как раз с общественными советами. И были выбраны приоритетные задачи и цели. Эти задачи и цели озвучены в программе. Алексей Геннадьевич, спасибо за то, что вы услышали нас, жителей, общественные советы услышали. И в общем-то все приоритетные цели и задачи как раз вошли в новую программу. Хочу отметить, что программа сильная, вселяет надежду, уверенность в возрождении родного края. И от лица общественности хочу сказать, что мы готовы вас поддерживать, вам помогать. И в общем-то вы можете на нас надеяться, на общественность. Мы всегда будем с вами. Большое спасибо. Наталья Васильевна, спасибо. Роль общественных организаций в написании программы очень велика. Спасибо вам за активное участие. И вы действительно подтвердили ту идею реализации данной программы, чтобы она дошла до каждого села, до каждого города. Я думаю, это у нас получилось. Спасибо вам большое. Алексей Иванович, если позволите, я дополню. Вот, коллеги, очень важно, то, что мы фактически обсудив программу в каждом районе, отразили все настроения и все проблемы. Но в программе нет перечня муниципалитетов с конкретным планом действий. Именно поэтому я сказал о том, что мы, начиная с завтрашнего дня, приступаем к совместной работе по актуализации программ развития районов муниципалитетов, чтобы там отразить всю ту конкретику, которую мы с вами нашли, обсуждая положение программы в общественных советах. Спасибо. Коллеги, продолжаем нашу работу. Да, пожалуйста, Сергей Алексеевич Харитонов в этом зале в представлении абсолютно не нуждающийся. Прошу. Микрофон, микрофон, дайте. Микрофон возьмите, пожалуйста, Сергей Алексеевич. Харитонов, Сергей Алексеевич, специальный Тульской областной думы. Я думаю, что для Тульской области сегодня знаковое событие Алексея Геннадьевича и уважаемые земляки. Мы сегодня как бы подводим предварительный итог разработки достаточно фундаментального труда этой программы социально-экономического развития. Я думаю, что фактически это был определенный начало референдума, потому что в обсуждении разработки этой программы приняли и социальные группы, и эксперты, и специалисты. Здесь не было никаких вопросов, которые бы не давали возможности доступа к обсуждению этой программы. Я уверен, что были основательно продуманы цели, которые позволяют отрабатывать в течение этой долгой дороги пять лет, долгой и короткой, практически пути решения этой задачи. И к тому подтверждение факт, то, что депутаты всех уровней приняли в разработке этой программы активное участие, вот только на этой сцене три депутата действующей Думы шестого созыва, а Федор Григорьевич, он был депутатом пятого созыва. Это говорит о том, что у нас есть гармония с органами исполнительной власти, а самое главное с населением Тульской области. И вы, Алексей Геннадьевич, видели на встречах в униципальных образованиях живой интерес, проявленный к этой программе. Безусловно, каждый гражданин ищет для себя понимание одного, что мы живем на нашей Тульской земле, и жизнь должна изменяться к лучшему, несмотря ни на какие санкции или, в общем-то, субъективные подходы. В этом, безусловно, лидерское начало Алексея Геннадьевича, и всем спасибо экспертам, которые работали над этой программой. Что для нас важно, вот для депутатов всех уровней депутатского корпуса, то, что нам нужно оперативно, сейчас, консолидировано принимать законы Тульской области, нормативную базу формировать привитивно. Вы говорили, Алексей Геннадьевич, о том, что за руку надо инвестора вести, а я думаю, что даже, как и невеста обхаживать, вот точно, нам нужно депутатскому корпусу это делать с точки зрения обеспечения интересов к нашей Тульской земле. Я думаю, что у нас есть все основания говорить о том, что для нас важный аспект то, что программа базируется на развитии тех направлений и цели, которые были до этого положены, это важно, вот преемственность и то, что все хорошее надо с собой вести вперед, а самое главное это теперь будет окопная правда, нам нужно ее будет каждый день осуществлять, работать каждую секунду и каждую минуту для решения этой задачи. У нас к тому интеллектуальный потенциал, как вы видели, есть в Тульской области, базовые такие скрижали, они в этой программе заложены, это не говорит о том, что программа догма, потому что будет еще стратегическая программа до 35-го года, живой организм, цели хорошие, пути конкретные есть, я думаю, что мы все готовы к тому, чтобы шагать вперед вместе, для того, чтобы каждый гражданин Тульской области избирательно жил с надеждой, с перспективой и с фактическим улучшением жизни. Спасибо. Сергей Алексеевич, спасибо вам большое, мы все прекрасно понимаем, для реализации программы нужна законодательная база, и я бы хотел сказать большое спасибо всему депутатскому корпусу, который принял активное участие в разработке данной программы с первых дней, и все мы прекрасно понимаем, и самое главное, я чувствую, чувствуют министры, что поддержка законодателей есть, и с этой поддержкой мы будем дальше двигаться вперед. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, продолжаем нашу работу, если можно, перейдем на левый фланг, Николай Николаевич Терехов, руководитель муниципалитета Узлова. Добрый день, Алексей Геннадьевич, уважаемые коллеги, а именно так, мы коллеги, потому что все в этом зале, мы работали над этой программой, и это очень символично. Что бы хотелось сказать? Во-первых, огромное спасибо, Алексей Геннадьевич, за то, что во всех экспертных группах были представители муниципалитетов. Это дало нам возможность все предложения, которые были в начале разработки, сразу проецировать на местный уровень и говорить об их эффективности. Это очень важно. Программа получилась очень системной, гармоничной, мощной. И вот сегодня мы с ответственностью муниципалитета понимаем, что многое будет зависеть именно от работы на местах. И уже сейчас в программе мы видим, на что мы должны быть нацельны. Прежде всего, это, естественно, повышение эффективности муниципального управления. Мы понимаем, что каждое решение наше должно быть именно это шаг вперед и направлено на улучшение жизни, уровня жизни наших жителей. Еще, о чем хотелось бы отметить отдельно, это, безусловно, формирование устойчивых бюджетов. Только при устойчивых бюджетах мы можем гармонично работать. И, естественно, вот те слова, которые вы сказали, что, да, инвесторов надо привлекать, но необходимо заглядывать и вовнутрь своей деятельности. И здесь, конечно, мы особо отмечаем на анализ и эффективное использование имущества, которое есть в муниципалитетах. Это тоже считаем очень важно. Что бы хотелось сказать, вот красной линией проведено практическое вовлечение жителей в реализации насущных проблем. Именно практическое. И здесь мы, когда говорим об инструментах, это вот те чаяния, их предложения жителей мы будем реализовывать вместе с вами. То есть это будет совместно и муниципальный бюджет, и областной, что также очень важно. Ну, естественно, являя служа в муниципалитете Узловский район, я не мог не сказать об особой экономической зоне. Безусловно, это новый индустриальный прорыв в Тульской области. Я считаю, что это огромное доверие правительству Российской Федерации, и мы обязательно его оправдаем. Мы обязательно создадим инфраструктуру на данной территории. Мы насытим эту территорию предприятиями. Мы сделаем все, чтобы мы получали во все уровне бюджетов доходную часть. Но самое главное, это то, о чем мы давно говорили, и так как мы все-таки самая близкая власть, как нас называют к народу, мы знаем, что мы поможем вернуть трудовые ресурсы с других регионов. Мы воссоединим наши семьи. Это то, о чем нас просили наши жители. Жители говорят, мы, тулики, хотим работать на своей земле и во славу своей земли. И вот именно это поможет нам дать эту возможность нашим жителям. Вы знаете, программа действительно является для нас фундаментом. На этом фундаменте мы построим свои программы и уверяем вас, что мы готовы трудиться, мы реализуем обязательно эту программу и докажем всей стране, что Тульская область это действительно земля силы и талантов. Спасибо. Николай Николаевич, спасибо. Очень оптимистично, зажигательно. И я понимаю, что наша программа как раз находит очертания на конкретном районе Узловая. Хотел бы сказать, вы коснулись особых экономических зон. Я пометил, сейчас многие встревожены тем, что из-за неэффективности ряда особых экономических зон принято решение не создавать особые экономические зоны. Но наша экономическая зона уже создана, она работает. Те планы, те проекты по созданию наших тех достижений, которые мы должны внести в эту зону, они будут реализовываться, вы абсолютно правы. И я хочу заметить, что как раз мы сделали все условия в Тольской области, она стала первым примером успешной работы особой экономической зоны как раз по новой концепции написания новых экономических зон, которые сейчас идут поправки. Поэтому я хочу всех успокоить, наша зона в зоне богоприятной, зона будет работать, особо экономическая, и у нас все получится. Спасибо. Коллеги, продолжаем нашу работу. Хотел бы отметить, что очень много было предложено проектов, да, Светлана, я про вас именно говорю, которые, не дожидаясь выхода программы, по которым мы начали работать. Светлана Вадимовна, студентка одного из наших ведущих вузов Тульского государственного педагогического университета, ее предложила, и уже сейчас мы вместе над ней работаем. Прошу. Да, все верно. Свое предложение я направила от имени студентов-тьютеров факультета психологии своего, и мы были очень удивлены, что уже на следующий день нам позвонили и пригласили принять участие в обсуждении проекта в Белом доме, и более того, выбрали наш проект как наиболее интересный, и пригласили уже на встречу с Алексеем Геннадьевичем. И на наш взгляд, вот эта программа, она позволяет неравнодушным гражданам высказать свою идею и принять участие в формировании наилучшего будущего нашего родного края. Хочется сказать от лица молодежи большое спасибо за возможность высказать свои предложения и самое главное за возможность быть услышанными. Спасибо. Светлана Владимировна, большое спасибо за вашу активную позицию. Вы настоящий патриот, вы настоящий житель Тульской области, на таких, как вы, держится наш регион. Те вещи, которые вы предложили, я их помню в нашей беседе, они необходимы, они нужны, это элемент милосердия, то, чего как раз нам сейчас всем не хватает, немножко милосердия. А волонтерские движения, студенческие, это очень важно, это как раз будет тот знак, то внимание к тем вопросам и тем проблемам, которые вы затронули, которые порой мы не замечаем в ритме сегодняшнего дня, но на них надо обращать внимание, это очень увеземые, очень чуткие такие вещи, которые мы должны видеть, чувствовать и воспринимать. Поэтому вам большое спасибо, мы будем работать. Уважаемые коллеги, продолжаем нашу работу, вот молодой человек в третьем ряду тянул руку, прошу, предоставьте микрофон. Представляйтесь, пожалуйста, мы со всеми работали, но еще не все знаем. Здравствуйте, уважаемый Алексей Геннадьевич, здравствуйте, дорогие участники, меня зовут Перемь Иван Сергеевич, я работаю наладчиком оборудования на Тульском машиностроительном заводе. Я хочу сказать, что сегодня здесь собрались не только разработчики программы, но также присутствуют и обычные граждане, которые вносили свои предложения в разработку программы. Считаю важным сказать, что для них, чтобы для них была возможность предложена высказать свои предложения, и они смогли донести свои мысли до людей, которые могут повлиять на решение тех или иных задач. Как представителю рабочей профессии, меня заинтересовало то, что программа направлена на развитие тульской промышленности, в частности, оборонки. Считаю название программы новой индустриализации очень правильным, так как Россия всегда была промышленной державой. Считаю, что тульские предприятия должны работать, и молодежь должна стремиться приходить на них. О том, как этого добиться, очень подробно изложено в программе новой индустриализации. Все, спасибо. Иван Сергеевич, спасибо. Очень важно, как раз с учетом вашей профессии, вашей специальности, того предприятия, на котором вы трудитесь, то, что наши идеи, те вещи, которые мы, можно так сказать, рождали большой общественности, что они услышаны, и что они дошли до вас, и что вы нас поддерживаете. Подъем и развитие модернизации промышленности это основной из приоритетов нашей программы. Поэтому я только хочу вам сказать спасибо, спасибо за понимание, спасибо, что вы слышите, понимаете, разбираетесь и поддерживаете. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, мы уже работаем больше часа, поэтому предлагаю финальный вопрос из зала. Прошу вот. Да. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Алексей Геннадьевич, добрый. Мое почтение вам, дорогие земляки. Меня зовут Савина Ольга Викторовна, я многодетная мама. И в программе социального экономического развития для меня были очень важны два аспекта. Это медицина и здравоохранение и образование. Очень много вопросов. Очень приятно, что в концепции социального развития очень большое внимание уделено поликлиникам, больницам, скорой помощи. И на это наш регион будет развиваться в положительном ключе. Это очень правильно. Спасибо большое. И образование. Идея непрерывного образования поможет нашим детям выявлять с раннего возраста способности и становиться квалифицированными кадрами для развития нашей страны, для развития нашей области. Я считаю, что это очень важно. И очень важно, что государство нам, родителям и нашим детям в будущем в этом очень хорошо поможет. Ну, соответственно, мы тоже не останемся в долгу. Наши дети смогут нас заменить и будет у нас достойная старость. спасибо. Уважаемая Ольга Викторовна, я мог бы сейчас долго говорить про программу развития Тульского региона на пять лет. Цифры, факты, те показатели, которые мы должны перепрыгнуть, достичь, говорить о каких-то вещах, которые мы планируем, все остальное и прочее. Но я просто скажу как многодетной маме. Вся эта программа одним словом, это программа для наших будущих детей, тех людей, которые будут жить в Тульской нашей области, как они будут жить, с каким комфортом, где они будут учиться, где они будут работать, какие деньги они будут получать, как у них все будет комфортно. Поэтому это все для нашего будущего. Уважаемые коллеги, наша работа подходит к концу. Если у кого-то еще в президиуме есть желание высказаться, прошу. Даня Николаевна Александровича. Уважаемые участники совещания, вот я не обращаюсь сейчас к Алексею Геннадьевичу, потому что дальше будет просьба к нему. Конечно, за многие годы у нас вот такие экспертные группы работают впервые. Да, раньше были активы, да, мы собирались отдельно, мы не стыковались, хотя жили в общем-то общими идеями во имя развития Тульской области. Сейчас прошло вот большое событие, когда удалось нам сплотиться и вместе работать над программой. я думаю, что я выскажу вашу общую поддержку, если обращусь к Алексею Геннадьевичу дать согласие баллотироваться на должность губернатора Тульской области для выполнения этой программы. Николай Александрович, ну, тронут, очень взволнован, действительно высказали важные вещи, я не буду здесь лукавить, я об этом думал, я принял для себя решение идти на должность губернатора Тульской области, идти не с какими-то там выбранными программами, а с конкретным планом действий, если вы позволите, с вашей поддержкой. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы нашли сегодня время, собрались, выслушали, послушали, действительно, мероприятие очень важно было, для меня было очень важно донести те вещи, которые мы большим коллективом, большой общественностью, нашими жителями на протяжении двух месяцев мы писали, некоторые не спали ночами, спорили, доходили до драк некоторые, в хорошем понимании этого слова. В итоге у нас получился документ, который на выходе уже есть, и сейчас, самое главное, Вячеслав Андреевич правильно сказал, надо уже с завтрашнего дня по некоторым пунктам, по некоторым вещам надо уже начинать реализацию данной программы. Времени у нас нету. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.